Физкульт привет, друзья и ученики! Сегодня хочу дать вам совет. Совет будет касаться непосредственно спорта, бодибилдинга, культуризма, но и относиться в принципе ко всему, к любому виду деятельности в нашей жизни. В чем секрет успеха, как вы думаете? Ясное дело, что важны талант, упорство, но все дело в первую очередь в любви к тому делу, чем вы занимаетесь, чем вы хотите себя посвятить. Иногда бывает так, что нам кажется, что мы хотим этого, что мы будем этим заниматься, но начинаем заниматься, и как говорится, у пути нет сердца. Если кто знаком с трудами Карлоса Кастанеды, то он вам всегда говорил, что один истинный путь – это путь, которому лежит наше сердце. И вы можете думать, что вам понравится тренироваться, но придете в зал, помучите себя и увидите, что вам это не нужно вовсе, что это тяжело, что это трудно, это не для вас. Так вот, друзья, со мной была совершенно другая ситуация. Меня заставляли ходить в зал. Я, честно говоря, смотрел на Качков с отвращением. Я тогда занимался единоборствами, мне было 15 лет, и тренер настоятельно загонял меня, потому что у меня ноги всегда были мощные, крепкие. Спасибо отцу, велосипедисту. Генетически мне это все передалось. Но вот верх у меня отставал, что, в принципе, и сейчас вы видите. Я не настолько массивный. Кто-то говорит, что я совершенно дрыч, кто-то пишет, что жиробас, но суть не в этом. Суть в том, что меня заставили пойти в зал. Я приходил в зал, отжимался на круг, всех подтягивался. И первые пять лет я вообще не приседал. Но мне нравилось делать самовую тягу. Но тоже не сразу. А почему нравилось делать тягу? Потому что в тяге меня перло. Сколько бы я не навешивал на штампу, я мог сделать. Мне нравилось, меня перло. Но где-то лет пять я вообще не приседал. Но, в принципе, ноги у меня были всегда большими. Так вот, где-то через год-полтора я заметил, что меня тянет в зал. Что мне хочется тренироваться. Мне хочется уже тягать эти железки. Я уже стал смотреть на накаченные тела немножко по-другому. Я реально вам говорю, вот когда я открывал журналы Качковский раньше, я думал, что это крайнее уродство. Как можно доводить себя? Сейчас же мне кажется, что тот, кто не тренируется, тот урод. Понимаете, никогда нельзя ни к чему быть уверенным. Как говорится, от тюрьмы и от сумы не зарекайся. Вы не знаете, что вам понравится, что вам не понравится. Но вы должны попробовать. Если вы хотите, вы должны попробовать. Лично я знаю очень много людей, которые тренируются, отдаются только, когда используют фармакологию. Я в этом движении уже больше 25 лет. За эту карьеру я использовал фармакологию, но 95% времени за эти 25 лет я не использовал ничего. Были периоды, когда я 6 лет вообще ничего не делал. Сейчас мне скоро 42 года, я потихонечку начинаю использовать фарму, использую гормон роста. Вон, даже некоторые из вас пишут, что я использовал себе дельты, потому что накачал туда синтола. Мне это очень приятно и смешно, потому что я никогда не был против или за фармакологию гормона роста, но я всегда против силикона, против синтола. По мне это совершенно разные вещи. Когда вы на фармакологии, вы пашете больше и больше отдаетесь, но когда вы что-то вводите себе, и плантат какой-то, вы можете даже не тренироваться. На мой взгляд, это вообще не имеет ничего общего со спортом. Так вот, я люблю качаться. На фарме, без фармы мне просто нравится пырять. И я испытывал в жизни различные трудности. Были времена, когда я вкалывал на трех работах. Мне не хватало времени на сон. На одной работе приходилось находить время, чтобы спать. Но я всегда, всегда качался. У меня за эти 25 лет не было ни одного перерыва, ну, не связанного с болезнью. Всегда я находил время и возможности иногда, наверняка, даже во вред себе тренироваться. Я люблю это. Я без этого не могу. Это для меня как дышать. И если вы найдете такое дело в своей жизни, вы будете счастливы. Потому что на самом деле, по большому счету, эта жизнь не имеет никакого смысла. Смысл только в том, чтобы получать от нее удовольствие и находить тот путь, в котором будет лежать ваше сердце. Когда вы будете просыпаться с какой-то целью, с какой-то радостью, с каким-то желанием. Но если вы ни к чему не стремитесь, если вы не развиваетесь, если вы абсолютно ничего не делаете, то и жизнь ваша будет такой же. Наполните себя счастьем. А счастье – это путь, по которому мы с вами ведем. Найдите путь своего сердца. И будет вам счастье. За счастьем придет и успех. Увидимся, друзья, как всегда в тренажерном зале. Всем пока. И сухой мышечной массой без травм. Друзья, не пропустите. Я уже выпустил ролики и статьи с нормативами, с тестами, когда переходить с уровня новичка-средничка на продвинутый уровень и начинать тренироваться по принципу периодизации. Отдельно статьи и видео для парней, отдельно статья и видео для девушек. Обязательно изучите их, проверьте свои знания, проверьте свои силы, чтобы каждый ваш шаг был на ступеньку выше, чтобы вы не скатывались назад, не топтались на месте, только развивались, только двигались вперед, сохраняя и улучшая при этом свое физическое здоровье. Вступая в мою закрытую группу профессиональных тренировок, на каждую новую неделю я выкладываю тренинг, как раз таки рассчитанный на циклирование, периодизацию, на все типы мышечных волок. И тебе не нужно тратить время, просто заходишь в начале недели, открываешь график и на следующую неделю у тебя полностью целиком расписан тренинг, тренировки по дням, по упражнениям, по количеству подходов, повторений и все, что с этим связано. Заплатить за группу нужно, за вступление в группу, но ты платишь всего один раз. В группе нас уже 140 человек, нет ни одного недовольного. Так что делай свой выбор. Если есть время и желание развиваться, изучать все это, то все есть на моем сайте. Если нет, то просто вступай в мою закрытую группу. Увидимся, друзья, как всегда, в тренажерном зале. Не забывайте поделиться данным роликом со своими друзьями. Всем пока. Сухой мышечной массой и силой без травм. Субтитры сделал DimaTorzok